Ежегодно метапредметная олимпиада проводится в два этапа. Первый этап – муниципальный, в нём могут принять участие по нескольку команд от каждой школы города. Каждая команда состоит из четырёх человек – это ученики пятых-восьмых классов. У всех участников команды разный багаж знаний по школьным предметам и разный опыт в решении различных задач проблемного характера. В Десногорске в первенстве приняли участие 32 школьника, а это восемь команд. Такой формат проведения мероприятия позволяет ребятам показать и свои индивидуальные особенности, знания, умения. И в то же время учит работать в команде, учит взаимодействию. Этот проект школы «Русатома» помогает всем без исключения детям осознать, что школьное образование не сводится только к изучению различных школьных предметов. Оно даёт достаточный культурный уровень и серьёзный багаж надпредметных умений, которые позволяют человеку добиться успехов в любой деятельности, если суметь этим воспользоваться и развивать дальше эти умения в себе. На самом деле метапредметная олимпиада, даёт мне больше знания об окружающем мире. Я могу познакомиться с новыми людьми, испробовать свои новые возможности, знания. И я участвую в метапредметной олимпиаде уже второй год, и считаю, что с каждым годом я развиваюсь ещё лучше и сильнее, участвуя в ней. Я участвую второй раз в метапредметной олимпиаде. Это имеет для меня важное значение, потому что это развивает мой кругозор знаний. Я узнаю больше. Ребята выполняли два задания. Одно – групповое, второе – индивидуальное. Каждая десногорская команда приложила максимум усилий для того, чтобы стать победителем. И вот, после подведения итогов, была определена лучшая, которая представит наш город в финальной метапредметной олимпиаде. Ею стала команда первой школы, руководитель-педагог Юлия Михеева. Долго шли к этой победе. Три года мы её ждали. Что было самое главное и самое сложное – это сформировать команду. Необходимо было научить деток, ведь они все с разного класса, с разных коллективов, научить работать в команде, брать на себя лидерство, принимать решения, распределить так обязанности, чтобы каждый приносил некую пользу. Вот это самое главное и самое сложное. Но мы с этим справились. Победа – это для меня довольно большое достижение. Для меня это было что-то новое, неизведанное. Больше всего мне понравилась работа в команде. Все участники метапредметной олимпиады «Школа Росатома» были отмечены дипломами и ценными призами. А команда «Победитель» получила путёвку отправиться в апреле в Красноярский край, город Зеленогорск, на финал.